Мы отвыкли от позитивных новостей, потому что, в общем-то, все эти позитивные новости пытаются нам доказать, что негодяи это люди добропорядочные и они много хорошего делают для нашей страны, для нашего народа. Эта ложь отвращает нас от веры хотя бы в какие-нибудь позитивные изменения, позитивные события. Они, конечно, происходят, люди занимаются творчеством, люди что-то строят, что-то производят, делают какие-то открытия, но все это пытается присвоить себе вот эта путинская шайка-лейка. Они пытаются все позитивные новости подчинить себе и использовать для того, чтобы сказать, что это мы все сделали. Наоборот, реальность такова, что все позитивное, что делается в России, делается вопреки этой группировке. А вот то, что не вопреки, превращается в трагедии, в убийства, в резню, в самоубийства, в идиотские приговоры и так далее. И каждое это событие требует объяснения и отношения, что произошло. Почему Ирина Славина, нижегородская журналистка, сожгла себя? И ужасный кадр мне попался, камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент. Там молодой человек пытается спасти ее, пытается сбить пламя, и ничего не происходит. Просто как свечка сгорает человек. Отчего это происходит и как к этому относиться? Я считаю, что здесь не может быть однозначных оценок. Во-первых, не может быть позитивное отношение к самоубийству, потому что это пример для других ослабших и не знающих, как реагировать на вот это болото 20 века, в котором мы живем. Вот одновременно пришла метафора. Вот эта книжка «Болото 20 века», которую я написал, которую вы можете приобрести только у меня. И в паре с ней такой вот еще книжка «Тень бесы и врают». Вот можете эти книжки приобрести у меня, в магазинах их не будет. Вторая книжка уже практически закончилась, осталось там десяток экземпляров. Но все равно жду заказов, аккуратно всем отправляю. Вернусь к прежней теме. Нельзя поощрять, нельзя поддерживать самоубийц. Поэтому и в церкви тоже отношение к самоубийцам вполне определенное. Самоубийц не хоронят на христианских кладбищах, потому что человек за Бога, давшего тебе жизнь, самое дорогое, что можно себе представить, человек решает, что он может распрощаться с этой жизнью. Но не все однозначно. А самоубийство в бою для того, чтобы не попасть в плен, это действительно то самое самоубийство? Нет, нет. Это стремление сохранить то, что выше ценностей физической жизни, сохранить духовную жизнь, не поддаться, не попасть в плен, не подвергнуться унизительным пыткам, не унизить слабостью свое звание, скажем, русского офицера, русского солдата. То есть в этом нет позора, в этом есть определенный подвиг. И здесь тоже оборотная сторона. Мы все на войне против, не мы ее объявили, но мы должны понимать, мы на войне. Нам шайка, захватившая власть, объявила войну, ведет ее самыми жесточайшими средствами. И она не стремится к тому, чтобы убить кого-то, хотя и это случается, и политическое убийство, это дело обычное в этой среде. А к тому, чтобы вы сами убили себя, прежде всего, духовно, а если придется, то и физически. То есть, да сдохните вы все, но только по своей воле, это уловка дьявола, что не мы вас истребляем, потому что если мы вас начнем истреблять, вы поймете, что вот враг, с ним надо сражаться оружием. Нет, вы сами должны себя истребить. Вы должны согласиться с ложью, которую вам вкладывают в голову. И в конце концов убить себя духовно или убить себя физически. Но на этой войне всякое случается. Одиночество человека тоже в этой войне. Каждый в своем окопчике ведь нет никаких объединений. Реально там говорят, а что вы все не объединитесь? Да некому объединяться-то. Нет объединений, нет того, что можно объединять. Отдельно каждый человек должен с кем-то объединяться. Если вы этого не делаете, то вы все одиночки перед лицом совершенно обнаглевшего, потерявшего всякую совесть чиновничества. Вот этой генерации, которая произведена за последние 20 лет. Это чиновничество и до этого было омерзительным. Но теперь уже там просто нет живого места. Зацепиться не за что. Вообще не за что. То есть каждый чиновник – это просто заведомый негодяй, который ведет против вас войну разными средствами. Главное, чтобы вы потеряли всякую веру в победу. Главное, чтобы вы потеряли духовный стержень, потеряли смысл жизни. И у подавляющего большинства, кто говорит, ну что же делать-то? Этот духовный стержень потерян. И этот смысл потерян. Его надо искать, причем надо найти самостоятельно. Или влиться в те общественные организации, которые все еще существуют, и попытаться найти этот смысл. И когда к вам в квартиру вламывается 12 ублюдков путинской гвардии, вы должны стоически это встретить. Не гореть факелом. Пусть они сгорят. Пусть они стреляются, режут, убивают друг друга. Это у них в порядке вещей. А мы должны выжить, выстоять, воспитать детей, новые поколения. Сохранить у себя в душе свою русскость, понимание, русское понимание жизни. Сохранить и передать следующим поколениям русскую культуру, русский язык. Поэтому мы должны стоять до конца. Не исчезать из этой жизни, которую нам Бог дал именно для этого. Для того, чтобы мы сопротивлялись злу. Прежде всего, духом, но там, где придется, и силой. Там, где есть возможность, есть возможность, либо, как греки в фермопилах, показать всем остальным, что есть что-то выше физической жизни. Либо победить. Вроде бы мелкая новость. Там азербайджанская девочка в школе порезала двух ножом, порезала двух своих одноклассниц. И вот пошла писать в губерния. А чего они все понаехали? Они пошли бы, они все, вот, всех судить, всех к стенке. Все эти бессмысленные и беспощадные суждения, они ни о чем. Точнее, о том, чего не будет, и что ни один здравый человек в здравом состоянии не скажет и не исполнит. Тут тоже надо видеть, что есть и есть две стороны. Есть вина родителей, которые действительно понаехали. Они относятся к азербайджанской диаспоре недавней или давнишней. Какая разница? Девочку воспитывали в ненависти, что можно взять нож и резануть свою одноклассницу-одноклассника. Таким образом разрешать проблемы. То есть проблемы девочки, они были, наверняка были, психологические проблемы не только по ее вине, но и по вине родителей, по вине школы, учителей, одноклассников. Но одноклассники – дети, и среди детей выбрать омегу, ее заклевывать – это дело обычное. И если рядом нет старших, которые это видят и это пресекают, то происходит вот это, происходит такое. Если в школе перестают учить, если родители перестают воспитывать, если нравственные нормы рассеялись, то кто виноват? Это девочка? Конечно, она виновата. Конечно, она виновата, и она должна вместе с родителями прежде всего понести наказание. Но наказание, которое возможно для ребенка. Для родителей по-взрослому все. Они преступники, поскольку они позволили своей дочке превратиться в мегеру вот такую. Родители тех, кто это надо расследовать, те, кто издевался над этой маленькой девочкой-шестиклассницей, тоже должны понести наказание за то, что они не воспитывают своих детей. Но самая большая вина – это на фальсифицированной школе, где у нас фальшивые учителя, где у нас фальшивые директора, фальшивая администрация. Они не занимаются ни воспитанием, ни обучением. И тогда школа – это просто тюрьма. А в тюрьме криминальные и тюремные нравы. И так уже давно, еще мои дети были школьниками, я пытался бороться с этими нравами. Вы думаете, хоть какое-то понимание, я там дошел до уровня заместителя министра образования, руководителя административной комиссии и так далее. Вы думаете, хоть малейшее понимание там было, что школа стала тюрьмой? Нет, там мы герои. У нас самая гуманная профессия в мире, мы учителя. Да никакие вы не учителя, и никакой школы у нас нет. Есть места заключения для детей, где происходит вот это. Поэтому кто главный виновник? Тот, кто отвечает за это. Министр образования, председатель правительства, президент. Вот это самые главные виновники. Мы к ним должны, не к маленькой девочке, которая не знает, что творит, а к вот этим людям мы должны предъявлять претензии. И все такие трагические и страшные, ну, страшное искажение личности у этой азербайджанской девочки произошло. И вот эти страшные события мы должны относить к тем, кто создает среду, где такие события возможны и даже обычны. Продолжение следует...